Если смена шин дело сезонное, то качество бензина актуально в любое время года. А оно, как показала проверка, оставляет желать лучшего. Каждый третий литр горючего на новосибирских заправках некачественный. В группе особого риска владельцы дизельных автомобилей. Все подробности у Николая Сальникова. Качество горючего на АЗС Сибирского федерального округа сегодня хуже, чем два года назад. В мае 2015-го президент России распорядился проверить все топливные компании. Итог неутешителен. Содержание сиры иногда превышает норму в сто раз. Попали в список продавцов некондиции и новосибирские фирмы. В девяти случаях нарушение дизельного топлива по реализации некачественного топлива. В двух случаях по 95-му бензину, в шести случаях 92-му и 280-му. Основной показатель, по которому, можно сказать, браковалось топливо, это, конечно же, массовые доли серы. По результатам проверки, более 30% бензина и дизельного топлива в нашем регионе не соответствует ГОСТу. Если повышенное содержание серы – главный бич солярки, то при продаже бензина АЗС могут и вовсе под видом 95-го лить низко-октановые 80-ые. В Иркутской области всего 22% было отрицательных проверок, в Кемеровской области порядка 30%, в Новосибирской области порядка 30%, в Красноярской области 35%, в Томской области 38%, в Забайкальской области 52%. По словам экспертов, наибольшая вероятность заправить бак некачественным нефтепродуктом сегодня на частных АЗС. Причина в нестабильных ценах на оптовом рынке. Когда идет рост оптовых цен, несоразмерное увеличение или какое-то несоразмерное изменение цены в рознице. То есть тогда, когда участники рынка не могут купить продукт на официальном товарном рынке или тогда, когда участники не могут, купив по дорогой цене, продать его дешево на АЗС. Всего на территории Сибирского федерального округа прошло более 300 проверок. Помимо Росстандарта, работу заправок и нефтебаз изучали прокуроры. Кроме топливной некондиции, нередко выявляли и нарушение правил пожарной безопасности. Промежуточным итогом федерального рейда стали многомиллионные штрафы. Николай Сальников и Евгений Агеев. Специально для итогов недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова